Всем привет дорогие друзья! Сегодня у меня для вас отличная новость. Спустя полтора месяца ожиданий игра Fallout Shelter вышла и на андроид. Для тех кто не знает и все это время находился в бункере, объясняю. Компания Bethesda решила попробовать себя в качестве разработчика мобильных игр и заодно скрасить время до выхода четвертой части Fallout. Игра представляет из себя стратегию в жанре а-ля ферма. В Fallout Shelter вашей главной задачей будет развивать бункер и поддерживать его функционирование. В игре присутствуют три основных ресурса. Это энергия, еда и вода. Энергия нужна для функционирования всех производств и комнат. Еда нужна для жизни и существования людей. А вода для защиты от радиации. Что касается игровых валют, то она здесь одна. Это всеми известные крышки от газировки. Именно за счет них в игре осуществляются все постройки и апгрейды. Никаких кристаллов и голды в игре нет и это радует. Но несмотря на то, что крышечки вы можете зарабатывать и сами, в любой момент есть возможность их задонатить. Особенностью игры также является и мгновенная постройка всех комнат. Это большая редкость для игр данного жанра. Ведь обычно постройка занимает очень значительное время, а мгновенная постройка возможна только за счет донатной валюты. То же самое касается и ускорения производства. Оно осуществляется бесплатно, правда всегда есть вероятность того, что произойдет авария и придется устранять ее последствия. Также иногда на вас могут напасть рейдеры и гигантские тараканы. Для того, чтобы отбиться от них, лучше использовать вооруженных юнитов. Первоначально поселенцы сами будут приходить к вам в бункер, а потом это будет случаться крайне редко. Но также новых людей вы можете получать в том случае, если они выпадут вам в ланчбоксе. Ланчбокс это что-то типа кейса. Открыв его, вы получите несколько карточек, которые могут дать вам определенное количество ресурсов, крышечек, персонажей, а также одежду и оружие. Популяцию выживших вы также можете расширять за счет размножения. Для этого нужно поместить в комнату для отдыха двух персонажей противоположного пола, и через небольшое время произойдет зачатие. Правда период беременности проходит 3 часа реального времени, а позже и процесс взросления ребенка займет у вас 3 часа. Но тем не менее это самый бездонатный и простой способ увеличить свою популяцию. Мне очень сильно понравился графический стиль игры. Использована очень крутая и стильная рисовка, что сразу же выделяет игру на фоне других. Давайте теперь перейдем к недостаткам игры, и я вам расскажу, что мне в ней не понравилось. Мне не понравился слишком простой геймплей, который практически не заставляет думать. В основном от вас требуется только ждать. Также огорчает и отсутствие хоть какой-то сюжетной составляющей. В игре абсолютно ничего особенного не происходит, но собственно на то это и симулятор бункера. Исходя из всего вышесказанного, вердикт мой такой. По сравнению с другими играми данного жанра, Fallout Shelter выглядит весьма хорошо. Отсутствие агрессивного доната и великолепная стилистика делают ее наверное одной из лучших среди подобных стратегий. Однообразность и монотонность геймплея конечно приедается, но я уверен, что если подсесть на эту игру, то потом перестать ежечасно заходить и проверять свой бункер будет очень трудно. На этом все. Благодарю всех за просмотр, не забывайте ставить лайк под видео и подписываться на канал. Всем пока и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok